Лучше потом накопим на хорошие. Мирон, посмотри на маму. Теперь время разобрать Мирона вещи. Разложила тофу на листья нори. Надо убраться на кухне, разобрать все шкафчики. Перехожу на следующую полку. Решила хорошенько смыть всю пыль. Ну и далее можно переместиться на нижнюю часть кухни. Мирончик периодически помогает мне. И остальную всю посуду я аккуратно складываю на место. Ну и подошла я к шкафчику с приборами. Хорошенько помыть духовку. Мирончик у нас любит простую еду. Ведь у нас сегодня идет первый день на работе. Ну что, наступил новый день и новые задачи. Там уже давным-давно никто не убирался. Мирон мне помог, он тоже с удовольствием прям поучаствовал. Опустевшие баночки заполнить крупами. Я очень довольна таким хранением. Теперь легко можно протирать пыль на полке. Ну а я перемещаюсь в шкаф, который мы называем у нас дома складом. И выпечку тоже можно где встретить. Зеленый чай это всегда кофеин. Сейчас покажу. Это по-моему порошок конопли. А это голубая спирулина. Я хотела выпить чашечку чая. Всем доброе утро. У меня утро начинается с того, что я хочу новый блендер затестить. Делаю смузи. У меня здесь хурма, шпинат, манго, вишня, авокадо и банан. Здесь можно выставлять максимальную скорость. Я, наверное, поставлю вот так на серединку. И включаю. Сразу заметила еще один минус. Он очень громкий. Ну, вроде бы хорошо он все сделал. Но зато есть плюс, что он меньше, чем мой старый. И намного легче его мыть. Ну, вроде бы он перемолол до однородного состояния. У меня здесь красное. Я B12 и витамин D еще капаю в смузи. Со своей задачей справился хорошо. Короче говоря, минусы перевесили. Мы решили этот блендер отправить. Лучше потом накопим на хороший. И чтобы он нам действительно нравился. У этого огромный минус, из-за которого я его не хочу оставлять. Потому что он очень громкий. Тогда с нами остается наш старенький блендер. Он хотя бы не такой громкий. И, в принципе, хорошо справляется со своими задачами. На завтрак у нас сырники из тофу. На сухой сковородке. Сырнички уже готовы на завтрак, Мирончику. Это для Деда Мороза. Это он вчера для Деда Мороза сам выложил. Да, Мирончик? Папа просто не знал. Праздники закончились. И я пришла погладить вещи. У меня большая гора белья. Витя принес мне еще обувь с Келлера. Вот эти я собираюсь все выбросить. И вот эти вот оставлю. Например, на какой-то праздник. Они очень удобные, несмотря на высокий каблук. И вот эти сапожки тоже хорошие. Такие каблуки раньше носила. Казалось мне таким удобным. Как ходить без каблуков? А сейчас я себе представить не могу. Чтобы я свою ножку сюда запихнула. Мне уже жалко даже. Вот эти, я помню, тоже очень удобные были. Босоножки. Ну, тоже они на каблуке. Здесь по горам вообще не актуально ходить. Мирончик носит все с Келлера. Уже эту игру принес. Тут тоже игрушки какие-то он принес. Эту штучку принес. Там Витя убирается. Все, я все погладила. Осталось только носки еще разобрать. Мирончик меня позвал. Он ходит вот с таким мешком. И соседям раскладывает подарки под дверь. Ты что, Дед Мороз? Да? Аня, хоу-хоу. Хоу-хоу-хоу. Мирон собирается папе идти в Келлер помогать. Мирон, посмотри на маму. С фонариком, да? Села я покушать. Сейчас хочу Мирончику вещи еще перебрать. И у нас уже 12. Пора обед варить. Свои вещи мы перебрали. Теперь время разобрать Мирона вещи. Все, Мирончика полочка тоже готова. Все перебрала. С обедом сегодня нет времени заморачиваться. Поставила картошку отварить. И капуста тушится. Мы идем папину работу проверять, да? Как папа в Келлере убрался. Папе сказать молодец, да, Мирон? Да, я еду. Это Витя все приготовил выбрасывать. Ух ты! Вот эти два пакета на мусорку еще. И этот пакет на мусорку. Поднимай. Поднимай. Хочу еще обжарить копченый тофу. Завернуть водоросли нори. Разложила тофу на листья нори. Взбрызнула соевым соловсом. Осталось только завернуть. Обжариваю копченый тофу с двух сторон и готово. У нас сегодня все просто и вкусно. Картошечка, копченый тофу, тушеная капуста и хлеб на закваске. Все, наработались, пришли спать. Мирон уже вырубился. Спишь, Мирон? Мирончик уже проснулся, поспал. У меня сегодня еще в планах убраться на кухне, разобрать все шкафчики. Вот так у меня сейчас все выглядит. Хочу выбросить все лишнее и навести порядок. В общем, на вещах я не остановилась и решила перебраться на кухню. Сегодня моя цель убраться во всех шкафах в кухне. Сейчас я разбираю полочку со специями. И здесь же у меня стоят каждодневные витамины. У нас это только В12 и витамин Д. Также еще ореховые пасты или урбичи я здесь храню. Моя главная задача была все помыть и выбросить все то, что я больше не использую. Ну а тем временем я перехожу на следующую полку. У меня здесь хранится мед, масла, сода, какао, подсластители, разрыхлитель теста, изюм, так как я его часто использую, он у меня здесь под рукой. И карамельный чай, тоже мы его каждый день пьем. Пока я тут убираюсь, Мирончик играет. Сначала играл с фигурками, сейчас с машинками играет. Вторую полочку я тоже убрала. И на третьей полочке тоже все повыкидывала, помыла ее. И она у меня осталась такая полупустая. Ну а я перехожу в следующий шкафчик. Здесь у меня хранится полбяная мука. Я пеку каждый день хлеб, и она у меня здесь тоже под рукой. Также лавровый лист и семечки. На полочке выше у меня хранится паста, листы для лазаньи и дополнительные запасы с мукой. Перехожу на следующую полку. Там у меня хранится также паста, листья нори и паста, сделанная из маша. Ну и в целом этот шкафчик я тоже уже перебрала, выпросила все ненужное. Раньше у меня здесь стояли пластиковые банки для специй, но они у меня не прижились. Поэтому здесь оставляю все как есть. Ну и добралась до самого верха шкафчиков, решила хорошенько смыть всю пыль. В общем, в этот раз я основательно все отмываю, оттираю, залазиваю в каждый угол. После того, как верхние шкафчики и вытяжка у меня помыты, я решила переключиться на поверхность кухни, на фартук, на плиту, на раковину. Я просто здесь все забрызгиваю средством, после этого основательно все тру и натираю. И затем смываю с помощью тряпочки теплой водой. Ну и далее можно переместиться на нижнюю часть кухни. В следующем шкафчике у меня хранятся пластиковые контейнеры. Здесь я решила их все перебрать. Еще раз проверила, у всех ли контейнеров есть крышки. Мирончик периодически помогает мне. Ну и после того, как я все перебрала, просто складываю все на место. Следующий шкафчик у меня с мелочевкой, можно сказать. Там у меня хранится пергамент, фольга, пищевая бумага, коврик для суши, зажимы, баночки для смузи, шпажки, формы для вырезания теста. Просто все складываю назад. Открываю шкафчик со сковородками и кастрюлями. Хорошо все протираю. Три сковородки я сразу выбрасываю. И остальную всю посуду я аккуратно складываю на место. Следующий шкаф у меня с крышками для кастрюль, доски для нарезания, скалки, сито, половник, толкушка и другие мелочи. Выбрасываю все ненужное и складываю назад. Ну и подошла я к шкафчику с приборами. Там я все вытаскиваю, вытряхиваю, протираю, перебираю все мелочи, которые там лежат. Оказалось, что там у меня много ненужного. Зачем-то у меня там хранились насадки для кондитерского мешка. Ну и много чего еще. Оставила все то, чем я пользуюсь и двигаюсь дальше. Следующий этап это хорошенько помыть духовку. И после этого я перехожу на последний шкаф. Здесь у меня хранится картошка, лук, чеснок. Все это хранится в белом деревянном ящике. И за ящиком у меня хранятся средства для посудомойки, губки, тряпки, мусорные мешки, таблетки для посудомойки. Ну и на этом мытье кухни окончено. Пока я убиралась, Витя приготовил нам макароны, осталась еще тушеная капуста и мы сели ужинать. Все, мы прилегли всей семьей посмотреть елки последние. Можно хоть отдохнуть. На завтрак у нас сегодня гречка с жаренными грибами и луком. И я готовлю еще салат. Осталось сюда только отварную картошку нарезать. С кашиной капустой, с солеными огурчиками, с укропом и с пахучим маслом. К Мирончику у нас любит простую еду, чтобы ничего не смешано. Огурчик, помидорчик, копченый тофу и гречка. Судя по количеству мусора у Вити в руках, можно подумать, что мы вообще его не выбрасывали все выходные. Но это я просто на кухне вчера убралась. Мы с Мирончиком тут пишем, рисуем список в магазин, да, Мирон, что надо купить? Что мы нарисовали? Соль. Соль. Мы киви, банан, клубнику, соль, лимон, хлеб и огурец написали. И заодно и кушаем. Что папа принес, Мирон? Что-то горячее? Папа купил вкусные штучки, да, Мирон? Салатик тоже уже готов у нас. Я села тоже позавтракать. Витя, у нас сегодня идет первый день на работу после отпуска. Проводим, папу? Пока. Пока. Пока, любовь. Все, удачи тебе. Чус, чус. Чус, чус. Чус, чус. Чус, чус. 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 Нам посылочка пришла. А, это Витя мне наушники заказал. Ну что, наступил новый день и новые задачи. Я решила помыть холодильник. Тоже уже давно я это дело не делала. Я, как всегда, сначала вытаскиваю все содержимое с холодильника. Затем снимаю абсолютно все полочки. Несу их в ванну. Забрызгиваю их средством. Потом их хорошенько мою. Тру. Насухо вытираю. И после этого хорошенько мою холодильник внутри. Когда я мою холодильник внутри, я не использую никакие средства, только воду и тряпочку. В принципе, на стенках холодильника таких сильных загрязнений нет. И поэтому они без труда все отмываются просто водой и тряпкой. Вытираю стенки холодильника насухо тряпкой. И после этого уже можно ставить все полочки назад. Возвращаю ящик для овощей назад. Дно ящика я всегда застилаю сухими салфетками. На верхней полочке у меня хранится соевый соус, овсяное молоко, вода и витяное безалкогольное пиво. На дверце холодильника у меня хранится кетчуп, чили соус, бальзамик, аджика, горчица, веганский майонез, который остался с нового года и веганский паштет. А тем временем в холодильнике уже чистота и порядок. Мирончик у нас проснулся не в духе. На ужин у нас сегодня то же самое, что и было в обед. Салат с картошкой из квашеной капусты и гречка с грибами. Ну что, немножко отдохнула. У меня тут вещи сушатся. Хочу разобрать сейчас Мирончика вот эту кухню. Давно уже там в этих шкафчиках не убиралась. На этой полке навести порядок, заполнить баночки с крупами. И если останется время, в этом шкафу тоже надо убраться. Там уже давны-давно никто не убирался. Ну что, время приступить к уборке Мирончика кухни. Он там резал салат, нарезал, поэтому по всем полкам валялся пластилин, кусочки. Все это я вытащила, протерла полочки. Мирон мне помог, он тоже с удовольствием прям поучаствовал в этот раз. И мы сложили все назад. В принципе, там особо выкидывать было нечего. Далее я переместилась на полку с крупами. Здесь я решила основательно все убрать, протереть пыль. Опустевшие баночки заполнить крупами. На этой полке у меня лежит светящаяся гирлянда, которую я по вечерам включаю. Но она как-то неудобно лежала, поэтому я решила закрепить ее скотчем за внешнюю сторону полки. Ну а тем временем Мирон добрался до лейки и решил полить цветы, которые нам подарили соседи. Все, полил Мирон или еще нет? Ну а я продолжаю заполнять баночки крупами. Я очень довольна таким хранением и использованием. Баночки у меня из Икеи. По-моему, они 1 литр 300 миллилитров, поэтому они очень вместительные. Вот здесь вы можете обратить внимание, как я закрепила гирлянду. Она так намного лучше смотрится. И теперь легко можно протирать пыль на полке. Ну и как вы видите, я уже практически все поставила назад. Эта полочка мне очень нравится, особенно по вечерам она создает такой дополнительный уют. Ну а я перемещаю шкаф, который мы называем у нас дома складом. Там хранятся те вещи, которые мы не используем каждый день. Я сейчас убираюсь в полочке с такими достаточно необычными продуктами. Хотела вам показать, что у меня имеется. Первый тут у меня стоит по списку, это псиллиум. Я его добавляю, например, в драники или в какую-то выпечку. Его можно использовать вместо яйца. Он хорошо делает густой массу. Это пожитник, собиралась готовить супы с ним. Его нужно с водой пробивать в блендере, но, честно говоря, так ни разу не попробовала. Но пусть еще постоит, надо мне его использовать, попробовать хотя бы раз. Это кокосовая мука, тоже в выпечку ее использую. Миндальная мука, также у меня в выпечку чаще всего идет. Это, по-моему, порошок сока ячменя. Я готовила раньше смузи, который выводит тяжелый металл из организма, и это был один из компонентов. Так, у меня здесь еще какао-масло, прям там такие куски. Готовила конфеты сама шоколадные. И выпечку тоже можно где встретить, какао-масло. Кунжутные семечки обжаренные. Это, по-моему, мука из семечек красной смородины, что-то такое. Как-то я встречала такой компонент, когда готовила торт. Но один раз, наверное, или два использовала, и все, и она у меня стоит. Это водорасследовался, я их тоже использовала в смузи, который выводит тяжелые металлы. Ну, вот еще немножко осталось, надо использовать. Это нутовая мука, также используется в выпечку, или можно готовить нутовый омлет. Это агар-агар, номерочек. Как-то покупала мачо, но, честно говоря, особо она мне не зашла. Ну, и учитывая, что здесь зеленый чай, а зеленый чай это всегда кофеин, то я как-то ее опасаюсь использовать, употреблять. Это сублимированная малина, например, тортики или пирожные можно посыпать ей. Это какао-бобы, прям вот, можно сказать, целиком. Такой достаточно сырой продукт, сейчас покажу. Я его тоже использовала как-то. Например, в выпечке, если где-то встречается какао, и можно это тесто пробить в блендере, чтобы до однородной массы его довести, то лучше использовать вот такие сырые какао-бобы вместо какао. И это рисовая бумага, ее можно использовать, скрутить вкусные роллы с ней. И вот эти 4 баночки я собираюсь выкинуть. Вот это я уже, честно говоря, даже не помню, что за напиток. Это какой-то тоже суперполезный. Но я предпочитаю брать все полезное из натуральных продуктов. Вот состав можно посмотреть. Здесь хлорелла, какие-то антиоксиданты, витамин Е, витамин С. Это, по-моему, порошок конопли, если я не ошибаюсь. Это растительный белок, но в принципе лучше употреблять свежую зелень. Это будет намного лучше, чем вот всякие такие порошки. А это голубая спирулина. Она, в принципе, очень красивый цвет делает. Например, если какой-то смузи или какие-то десерты, можно такой голубой цвет добиться. Можно сказать, что натуральный такой краситель. Но, в принципе, тоже я ее... Она у меня долго простояла, я ее нигде не использовала. Я думаю, что время уже с ней попрощаться, а то она просто занимает место на полке. Ну и стевия тоже у меня как-то не прижилась, честно говоря. Долго она у меня уже стоит. Ну, я думаю, что тоже пора с ней попрощаться. Ну и после того, как я все перебрала и выбросила все ненужное, просто складываю все пакетики назад. У нас перерыв на ужин. Я жарю Мирончику драники. Наш ужин с Мирончиком. Ну и я добралась до той полки, ради которой мы вообще ставили этот шкаф. Вот это то, что называется складом. Здесь у нас хранятся продукты питания, которые имеют долгий срок хранения и которые мы можем купить про запас. Такие как гречка, горох, овсянка, крахмалы, чечевица, подсластители и другое. Также здесь у нас хранится чай, сладости. Перехожу на нижнюю полку. Здесь у нас, конечно, полный завал. Потому что эта полка у нас выполняет такую функцию, что если некуда положить вещь, то просто кидаю ее туда, а там разберемся. Ну и таким образом здесь насобиралась такая гора всяких ненужных вещей. Эта полочка уже заключительная в моем расхламлении на кухне, и чему я очень довольна и рада. Все, работа моя закончена. Я села выпить чашечку чая, отдохнуть. У нас уже полдевятого, и потом пойдем спать.